Посмотрел ту видеозапись, которая была на видеоролике, которая была размещена в РЕМ. И я просто наоборот видел, что действие происходит на оживленной дороге. Я вижу, что пешеход перебегал действительно через дорогу, он нарушал правила дорожного движения. Я видел, что этот пешеход прошел или перебежал несколько полос движения. Я видел, что в крайней левой полосе движения транспортное средство притормозили, для того, чтобы пешеход мог безопасно пересечь эту часть дороги. И видел на видеоролике, что терморный автомобиль осуществляет движение по разделительной полосе, которая характерно отличается от всего остального пространства тем, что более светлая часть за счет пыли на дороге. И видел, что дальше происходит столкновение, очевидно, между пешеходом и этим автомобилем. Я считаю, что Минобороны, пока делала заявление о том, что водитель правил дорожного движения не нарушал, забыла учесть, что движение по разделительной полосе в данной ситуации осуществляться не должно. На видеоролике я не видел, чтобы были применены какие-то спецсигналы. Само собой, разумеется, я не могу слышать работы звукового сигнала. Тем не менее, я не видел работу проблескового маяка. Был он или нет, я не знаю. В том случае, если проблесковый маяк был, то в этой ситуации автомобиль Минобороны, он мог двигаться по разделительной полосе, но обязан был руководствоваться при этом положением пункта 3.1 правил дорожного движения. То есть он мог осуществлять движение, только лишь убедившись в том, что ему кто-то уступает дорогу. То есть он обязан продолжать движение, убедившись в том, что его приоритет непререкаемый, и ему уступают дорогу. Просто так не сидеть нельзя. Что касается человека, который перебегал через дорогу, бывают ситуации, когда, например, ну, во-первых, через дорогу может двигаться и слепой пешеход. Правила дорожного движения в этой ситуации создают ему абсолютный приоритет. Один только лишь этот пункт правил говорит о том, что любой водитель должен двигаться так, чтобы мочь остановиться перед этим пешеходом. Значит, следующее. Если, предположим, этот пешеход является, ну, предположим, там, сотрудником полиции, кем-то еще, то в любом случае он должен оберегать свою жизнь. Он не должен ею рисковать, бросаться под колеса. Если он, предположим, имеет право требования к другим транспортным средствам, к водителям других транспортных средств, с тем, чтобы они остановились, он должен убедиться в том, что ему уступили дорогу. Нельзя бросаться под машином. Если коротко, то так. Я считаю, что в чем-то водитель этого БМВ все-таки виноват. Смотрите, вот. Некоторое время назад произошло ДТП на Ленинском проспекте. В ДТП приняли участие водитель Ситроена, значит, это автомобиль Ситроен, погибшей женщина с ее, в общем-то, пассажиркой. И автомобиль, принадлежащим одной, в общем-то, из довольно-таки хороших коммерческих структур. В результате ДТП двое погибших существует, и причем они являются одновременно и свидетелями. Они могли бы рассказать, ехал этот Ситроен по встречной полосе или нет. Значит, на тот момент говорилось о том, что однозначно водитель Ситроена виноват, потому что он выехал на встречную полосу. Просмотр видеозаписи мало чего дал. Однако из материалов следствия было установлено, что водитель автомобиля вот этой вот самой серьезной организации, он двигался по пятой полосе движения, водитель Ситроена двигался по четвертой полосе движения, и все они ехали во встречном направлении. В тот момент, когда были опубликованы эти материалы, уже на основании одного только лишь такого заявления о месте расположения водителей, можно было говорить о том, что на Ленинском проспекте в этом месте нету пятой полосы движения. Транспортное средство серьезной организации двигалось по разделительной полосе, ее там быть не должно. Поэтому все выводы следствия о том, что водитель Ситроена однозначно виноват, уходят, извините, пожалуйста, в трубу. Эта ситуация была изначально продиктована тем, что все показания были изначально получены у водителя этой серьезной машины, и в результате, в общем-то, мнение инспектора, начинавшего работу по делу, оно было основополагающим. В принципе, впоследствии пришлось, в общем-то, пересматривать те выводы, которые были сделаны изначально. То есть речь идет о том, что какие-то властные структуры устроили небольшую подтасовку фактов, и они повлияли на общие выводы. Могут существовать и другие примеры. Ну, например, вот несколько лет назад на Зубовском бульваре так получилось, что сотрудник полиции выбежал на проезжую часть для того, чтобы остановить какой-то автомобиль нарушителя. Значит, в результате нарушитель его сбил, этого сотрудника полиции, и, в общем-то, в средствах массовой информации прошла информация о том, что вот какая нехорошая дама, которая была за рулем того автомобиля, который сбил сотрудника полиции. Таким образом, речь идет о том, что произошла пропагандистская подготовка общественного мнения на то, что сотрудник полиции не виноват. Однако тому сотруднику полиции на дороге делать было абсолютно нечего без машины. Если он имеет право остановить транспортное средство, то он должен воспользоваться жезлом, убедиться в том, что его жизни ничего не угрожает, продолжать делать свое светлое дело. Однако перебегать дорогу и рисковать своей жизнебезопасностью всех остальных участников дорожного движения нельзя. С тех пор, как произошел вот этот вот наезд на Зубовском бульваре, сотрудники полиции с того места практически пропали. Хотя до этого момента там их было много. Если говорить о ситуации на Кутузовском проспекте, вполне реально, что в связи с тем, что человек погиб, ну, видимо, его не накажешь, поэтому на него можно всех собак повесить. Такая ситуация, в принципе, возможна. Может быть, следствие пойдет именно по этому пути. Не знаю. Может быть, все дружно перестанут видеть то, что на этой видеозаписи осуществляется движение автомобиля по разделительной полосе. Не знаю. Может быть, какой-нибудь следователь все-таки это увидит и даст какую-то оценку. Не знаю. Однако сама ситуация может послужить конкретным, в общем-то, обстоятельством, на основании которого какие-то должностные лица будут принять меры для того, чтобы такие ситуации в дальнейшем не повторялись. В то же время у родственников пешехода, который погиб в этом ДТП, в абсолютно любом случае сохраняется право требования компенсации морального ущерба. Это основано на законе, и это не зависит от того, прав этот пешеход или не прав, оказавшись в том месте, где он погиб. Таким образом, вся ситуация возвращается к тому, что кому-то лично хочется или не хочется сделать виновным того водителя, который ехал на автомобиле BMW.